Меня зовут Руслан. Все мы знаем, что .NET у нас уже давно open source, но возникает вопрос для нас. Если мы захотим разработать какую-нибудь новую операционную систему или запустить на новом процессоре, сможем ли мы вообще вот этот наш .NET собрать на необходимой нам платформе? И на этот вопрос мы сегодня постараемся ответить. И главное, чего нам это будет стоить? Потому что все мы понимаем, что все не так просто. Итак, первый вопрос зала. Вот есть такой репозиторий. .NET slash .NET. Как вы думаете, что находится в этом репозитории? Вот небольшая подсказка. Description этого репозитория .NET VMR и первый commit был год назад. Вот .NET slash .NET. Вы можете кричать. Что? Нет, не доки. Исходники чего? Ну, правильно. VMR расшифровывается как виртуальный монолитный репозиторий, который содержит все исходники всего .NET, которые нам нужны. И заглянем в этот репозиторий. Как мы слева можем видеть, это все проекты, которые в нем содержатся знакомые нам Runtime, Roslyn, Razor и так далее, которые входят в .NET SDK. Теперь мы можем посмотреть, какие там файлы лежат. Больше всего там понятно C-Sharp файлов, потому что у нас в .NET написано C-Sharp EL файлы, XML файлы, есть на плюсах 2,5%. Кстати, как вы думаете, что в .NET написано на плюсах? Нет, какая математика? В .NET? Да, garbage collector. Что еще? А какая часть рантайма? CLR. Да, в общем, виртуальная машина, часть WPF и там еще какие-то есть, часть сетевая. Итак, как вообще обычно у нас выглядит сборка проекта, какого-то нашего solution? У нас есть набор проектов, и, казалось бы, мы можем просто запустить сборку всех проектов, и получившиеся в итоге артефакты, и есть наш собранный SDK. Но здесь первая проблема вот. Это граф зависимости проектов .NET SDK. Желченькая — это лист этого графа, а верхом Core SDK — это финальная цель, которую нам нужно собрать. И, как мы видим, это весьма связанный граф, и здесь есть циклы. Поэтому сборка .NET SDK не так простая. Она состоит из нескольких этапов и всяких хаков. Так. Как было до .NET 8? У нас есть такой репозиторий SourceBuild, который содержит в себе документацию по сборке, необходимый тулсет для сборки, потом есть... Пересохло. Так. Потом есть скрипт, который делает гид-клон всех репозиторий, которые содержатся в SDK. То есть он прям... у него прописано вот склонирую рантайм, склонирую Razer и ESP, и потом идет скрипт сборки. И, как мы все понимаем, это не очень удобно поддерживать, потому что кто-то должен отслеживать, в каких репозиториях какая изменилась зависимость, чтобы пойти и изменить этот главный репозиторий. И это приводило к таким проблемам, что, допустим, у нас выходит какой-нибудь .NET 6.0... 6.0.2, и он просто не собирается, потому что где-то там кто-то что-то не усмотрел, и оно не работает. Так, это... Вот. И... И страдали все. И разработчики .NET, и те, кто пытались его собрать из исходников. Вот. И был такой гидр-канал, где сидели разработчики .NET, и туда приходили всякие страдающие люди с какими-то проблемами, и эти разработчики .NET пытались им помогать, и когда очередной человек пришел с какой-то проблемой, какой-то главный разработчик из .NET просто скинул эту картинку. Как бы не вникая в суть проблемы, думаю, понятна суть происходящего, что разработчики страдали. То есть у нас был билд, который сложно поддерживать, и который плохо воспроизводится. А его нам нужно собирать на многих платформах, и это несло много проблем. Итак, мы, если начинаем собирать .NET, первое, что мы хотим посмотреть, это какие системные требования. Собственно, что нам нужно, чтобы собрать .NET. И что мы сразу же увидим, что Windows и macOS на данный момент не поддержаны. И в гитаре ответ разработчика из Microsoft, извините, но Windows-билды сейчас не очень хорошо поддерживаются. Но если вы нам пришлете PR, мы, конечно же, упримем, но вообще никому это не надо, и разбирайтесь сами. Как бы смысл этого сообщения такой. И здесь возникает вопрос. Как бы у нас же есть .NET на Windows, на macOS, мы можем его скачать и работать. Как он может не собираться? И ответ здесь в том, что есть два билда, две сборки .NET. Один, который собирается у Microsoft, то есть у них какое-то там свое окружение, свои какие-то переменные, и мы получаем от них только артефакты. Есть второй билд, это source-билд, который предоставляется для комьюнити. То есть то, что вот нам предоставляется, то мы можем попробовать собрать. А как они там в Microsoft собирают, это мы не знаем. Так. Итак, мы теперь переходим к способам сборки. У нас их два. Первый – это мы можем взять чистый Linux, установить там Toolchain и собирать. И второй – использовать готовые докер-образы, которые содержат весь необходимый тулинг. Так. Сама сборка у нас весьма линейна. Мы устанавливаем Toolchain, если он нам… Если у нас его нет, если мы не в докере, мы клонируем репозиторий. Потом запускаем скрипт подготовки сборки, который скачивает необходимые там .NET SDK и пакеты. И запускаем скрипт сборки. Вот. Там на самом деле много всяких параметров, нюансов, но в этот доклад это, конечно же, не попадет. Дальше такой вопрос. Кому вообще может понадобиться собирать .NET и зачем? И категорий не так много. Одна из них, что это мейнтейнеры дистрибутивов каких-то. То есть есть там какие-то компании, которые хотят себе в Linux добавить .NET или команда .NET хочет, чтобы .NET скорее распространялся и он добавлялся в дистрибутивы. Следующая категория – это если вы хотите запустить .NET на какой-то архитектуре, которую раньше… на которую в данный момент не поддерживали. Допустим, вы захотите вот на Астри. Сейчас вот у нас внедряется Астра, если вы захотите запускать там какие-то сборки, то, скорее всего, у вас возникнут какие-то вопросы в этом плане. Потом, если вы хотите управлять какой-то критической инфраструктурой, и вам нужен доверенный прям компилятор, вы хотите аудит всего-всего проходить, то вы, скорее всего, захотите посмотреть, что за исходники у вас в .NET. И последняя категория – это, конечно, тех, кто хочет просто запатчить .NET, внести какие-то изменения, чтобы достигнуть их своих целей. И теперь мы пройдемся по этим категориям. Первая категория – это мейнтейнеры дистрибутивов. И какие предъявляются требования для пакета, чтобы попасть в дистрибутив какого-то там… чтобы попасть в дистрибутив Linux? Этот пакет должен иметь полный исходный код всех проектов, который… либо он должен зависеть от проектов, которые тоже имеют открытый исходный код. Этот пакет должен собираться без доступа в интернет на одной машине, и этот билл должен быть воспроизводимым. Ну, то есть понятно. И здесь возникает такая проблема, она более, так сказать, философская. Как мы знаем, .NET написан на чем? На C-шарпе. А как мы можем собрать .NET, написанный на .NET, без .NET? Вот. И как эта проблема решается? Есть такая процедура, называется bootstrapping. В чем она заключается? Чтобы, допустим, нам собрать .NET версии там 8.0.1, нам нужен .NET версии предыдущей, то есть 8.0.0. Чтобы собрать 8.0.0, соответственно, нам нужен предыдущий компиллятор. То есть это у нас такая цепочка компилляторов, которые должны собирать следующий. И, собственно, когда мы запускаем сборку .NET, первое, что он делает, он идет… Ну, он определяет, в какой он архитектуре запущен, какая версия .NET мы собираем, и скачивает с сайта Microsoft билд предыдущего .NET. И складывает это там все в одну папку. И потом… А, также он скачивает необходимые нам Nougat пакеты, и запаковывает это все в какой-то там tar-файл, который содержит все необходимое для сборки .NET. Это так выглядит процедура. Следующий момент – это если мы хотим поддержать .NET на какой-то новой операционной системе или архитектуре. Да, здесь две категории. И давайте посмотрим, как выглядит… Как для вас будет выглядеть сборка .NET, если вы хотите запустить… Собрать .NET SDK на какой-то новой архитектуре. Как это выглядит? В .NET есть такое понятие, как read. Это runtime-идентификатор. То есть, когда мы запускаем сборку, .NET смотрит, а где я запущен? Какая у меня архитектура, какая операционная система? И, исходя из этого, он там уже настраивает сборку. И здесь, если мы попробуем просто запустить сборку SDK на какой-то новой операционной системе, то он упадет с ошибкой, скажет, что я не знаю, что это за операционная система, и у меня в графе вот это, в дереве операционной системы, про которую он знает, такого нет. Поэтому нам нужен такой .NET SDK, который уже знает про эту архитектуру, чтобы собрать SDK под эту архитектуру. Вот. И как это будет выглядеть. То есть, шаг нулевой. Мы должны скачать с сайта Microsoft SDK, который запустится на этой операционной системе, просто запустится. Потом мы должны в этом SDK добавить вот этот рантайм-идентификатор, на котором мы хотим собраться, и уже добавить этот рантайм-идентификатор в сорцы SDK, которые мы собираем. Немного сложно, но... да. Вот. И потом мы вот этим пропатченным SDK собираем пропатченный код и получаем уже SDK, которая поддерживается на этой платформе. Собственно так. Следующая категория – это если мы хотим запустить код на новом процессоре вообще, который еще не поддержан. Как это будет выглядеть? Мы должны с пом... Мы должны билд взять SDK, который Linux X64, и с помощью каких-то функций кросс-компиляции собрать такой билд, который бы запустился на нашей платформе. И когда мы уже... Это, на самом деле, очень сложный процесс. Там требует многих инженерных усилий. Но когда мы в итоге сможем через кросс-компиляцию собрать такой компилятор, который сможет собирать Дотнет, мы пройдем те же самые шаги, что для новой операционной системы, и соберем новые SDK для нашей платформы. Так. Следующая категория – про тех людей, которые хотят писать на Дотнете что-то такое критическое. Допустим, вы хотите там газовыми какими-то электростанциями управлять или чем-то таким. Здесь возникает проблема доверия. Это, опять же, более философский вопрос. И, допустим, если мы возьмем компилятор GoLang, то там первые версии были написаны на C, потом они разрабатывались, разрабатывались, и в какой-то момент они перешли на язык Go. И так как мы уже говорили, чтобы собрать версию компилятора, нужна предыдущая компилятор, и если мы вот эту цепочку GoLang компиляторов развернем, мы в итоге получим компилятор на C, и мы сможем проверить его исходный код. А вот как же здесь с Дотнетом? То есть у нас есть какой-то Дотнет, который собирается в предыдущей версии Дотнета. И если мы эту цепочку все разворачиваем, 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 то мы получим компилятор проприетарный, который с закрытым кодом. И если мы так сильно не доверяем Майкрософту и допускаем, что он еще в первой версии, когда-то там 20 лет назад внес какие-то закладки, то теоретически мы могли пронести все эти закладки через всю эту цепочку, и они у нас до сих пор есть. Поэтому, в общем, подумайте, стоит ли управлять атомными станциями на Дотнете, либо пользуйтесь каким-нибудь декомпиляцией, изучайте код этого компилятора. И, скорее всего, это не получится сделать, потому что мы не сможем воспроизвести то окружение, когда мы собирали вот эту первую версию. И следующая категория людей – это если кто-то хочет запатчить Дотнет, вынести какие-то там правки. Это пересекается множество с теми, кто поддерживает дистрибутивы Линукса. Если мы откроем документацию Майкрософта по поводу того, как установить Дотнет на Убунту, мы видим такие два варианта. Можем использовать пакеты от Майкрософта, а можем использовать из Убунтовский фид. И вроде бы одинаковый Дотнет, и что же выбрать? Я открыл исходный код Убунтовской сборки и посмотрел, какие там изменения они делают. И, допустим, они делают вот такую штуку. То есть если мы установим себе Убунтовский пакет, то там будет телеметрия отключена по умолчанию. А если мы скачаем пакет с Майкрософтский, там будет включена телеметрия. То есть таким вот пользуются люди. Так, дальше что у нас? Так, здесь указан официальный список того, что команда Майкрософт хотела достичь в Дотнет-8 в плане сборки. Это весьма технический момент. И если я сначала их опишу, зачем вообще они хотят это делать? Как мы знаем, допустим, если мы используем Убунту, мы хотим программировать на Питоне, мы пишем apt-get Python, или программировать на Питоне на Java, мы там apt-get OpenJDK. А если мы хотим запустить Дотнет, это там какие-то варианты в стиле скачай install.net.sh, запусти, он что-то там скачает, установит, и как бы это весьма не способствует адопшену. И они идут в сторону того, чтобы Дотнет был более нативен во всех платформах, популярных платформах. И они сейчас активно сотрудничают с RedHat, с Canonical, чтобы Дотнет туда внедрять. У них каждую неделю проходят звонки с ними, и они обсуждают. Итак, что они сделали? Они сделали VMR-репозиторий, но он пока в лайт-режиме. Что это значит? Это значит, что он у нас пока read-only, и все изменения распространяются только наверх. То есть если где-то кто-то изменяет репозиторий рантайма, эти изменения попадают в виртуальный монолитный репозиторий. Но если кто-то изменит виртуальный монолитный репозиторий, эти изменения, соответственно, не попадут в дочерние репозитории. Кроме каких-то там security, они вещей будут там пикшить. Но в следующей версии уже будет работать в обе стороны. Так, потом идет у нас про поддержку вот этих билдов. Они сильно улучшили вот эти скрипты и сами подходы, которые собирают Дотнет из ДК для того, чтобы билд был более воспроизводимый, и разработчикам было его легче поддерживать. Также они туда добавили много всяких штук для того, чтобы это на Azure хорошо собиралось, а не там, чтобы распараллеливалось это все и так далее. Следующее, что они сделали. Есть такая проблема, что когда мы собираем этот SDK, мы его собрали, но у нас нет способа проверить, насколько он вообще работоспособен. Из того, что предлагается Microsoft, это, ну, запустить Дотнет-инфо, попробовать создать проект. Если все заработало, значит, оно, скорее всего, работает. Но мы понимаем, что с таким подходом Дотнет далеко не уйдет, и они сейчас разрабатывают дизайн end-to-end, то есть продукт-тестов, которых мы бы после сборки SDK могли бы запустить, они бы там прошли, и мы бы знали, рабочий в итоге билд у нас или нет. Потому что всякие там canonical Red Hat, они когда будут обновлять для своих пользователей Дотнет, им надо знать вообще, какой-то способ проверить, насколько они что-то адекватное распространяют. Так, потом они запустили экспериментальный билд для macOS, я не проверял. Так, и, да, и, собственно, они поддержали для Linux вот этот новый способ сборки его через этот репозиторий. И они наметили себе на следующий Дотнет следующие цели. Они хотят запустить уже полноценный виртуальный монолитный репозиторий для, как сказать, для распространения изменений в обе стороны, чтобы когда мы сделаем изменения вот в этом большом репозитории, они распространялись в дочернее, и наоборот, они хотят запустить вот эти тесты, которые они сделали. И самое главное, что они хотят сделать, они хотят избавиться от двух билдов, что у нас есть какой-то Microsoft-овский билд, и есть community-билд. Они сделают единый способ сборки Дотнета. Так, собственно, все. Спасибо. 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 Продолжение следует...